Дамы и господа, княжницы, милые дамы, большущие всем приветища! Ребятки, у нас сегодня с вами уже на 3-й ролик по счёту, и речь пойдёт про мою любимую тётушку Уралочка Лайф, значит, канал. Кто не знает, можете пойти, пройти, посмотреть, но это не рекомендация никакая, так просто. Значит, да, давайте непосредственно к делу. Мои дорогие, как у вас прошли выходные? Вот ответьте мне на этот простой, казалось бы, вопрос. Кто погулял, кто на шашлычки, кто в ресторанчик сходил, признавайтесь. Тётушка, значит, в своём таком плотном графике, плотном графике, ну я имею в виду, подразумеваю то, что бесконечные вот эти вот готовки, распаковки, посылок, уже там, наверное, руки устали распаковывать, значит, отправились, ребята, в ресторан, назовём это так. Значит, ресторан, в котором подают национальные, значит, блюда, значит, узбекская кухня была, значит, тётушка стоит прям на улице, ребята, такая красивая. Знаете, вот прям я увидал это прям, и прям душа заиграла прям какими-то прям лучезарными красками, прям стоит. Волосы развиваются на ветру, локоны такие развиваются, Сафар поправляет их локоны. Значит, при этом тётушка говорит про то, что вот она хотела накануне пойти туда с подругами, и Сафар её отпускал. Ну, как бы передумала. Ну, понятное дело, своё оно ведь ближе, я подразумеваю то, что тут как бы и муж, и дух они как бы, и более такой, знаете, как бы вот, ну вот, душевненько, уютненько вот так вот сходить. Только интересно, Сафар так же считает или нет? Ну, я думаю, что так же, да. Значит, при этом, значит, Сафар, я что хочу сказать, ты вот когда сказал про то, что тётушка могла, наверное, сходить без тебя с подругами, ты призадумайся, призадумайся. Потому что тётушка, как никак уже такая невеста завинная, и ютуб-канал, и внешность, и посылки, и то, и сё, и готовка, и пятое, и десятое, как тётушка скажет, любит всякими этими нашими фразами говорить, поэтому могут увести. Как никак уже царевна, барыня, сударыня. Пойду призадумываюсь. Ну, да ладно, ребята, главное, короче, нет, а главное то, что, вы знаете, для кого-то отдых, а для кого-то и отдых, и работа, это одно и то же. Это мы говорим сейчас про нашу тётушку. Почему, вы спросите, вы? Я отвечу. Знаете, когда вот начало ролика было, было как-то прям, ну, сначала я как бы порадовался за них, за ребят, думаю, ну, наконец-таки они пошли в ресторан. Сафар решил сводить в ресторан, как бы туда-сюда, платье, музыка, вот знаете, как бы там, ну, прям вечерние прям танцы закружились там в карнавале, веселье и прочее. Но, ребята, нет, недолго это были мои такие мысли. Как только я открыл описание этого ролика, то сразу стало всё ясно. Во-первых, была ссылка на какой-то телеграм-канал, опять-таки на этом реклама, не знаю кого, особо не понял, то есть зашёл на этот телеграм-канал какие-то там мультимедиа, мультимедиа там, то есть такие всякие там, ну, веб-веб-веб там изображения, что даже особо не понял про что, кому интересно, может посмотреть. А второе главное было написано номер телефона и написано для заказов. Для заказов, соответственно, вы сами понимаете, какое заведение, то есть какое они посетили. И, собственно говоря, сами теперь уже понимаете о том, что данное заведение было, я так понимаю, просто предложено им, чтобы они его продекламировали. При этом, я так понимаю, им, наверное, была заплачена денюжка, плюс возможность бесплатно поесть. Потому что, знаете, как только они попали в заведение, прям тут же началось, прям, знаете, такой прям для нас поток информации о том, что смотрите, какое тут меню, прям каждый лист перелистывают. И так, и дёшево, и порции большие, и так прекрасно, и великолепно, и такая красота, и туда-сюда. Вот знаете, ребята, из всего этого соглашусь с тем, что на тарелках подали красивые, вроде бы блюда были красивые, но только, во-первых, с улицы, как-то заведение, как-то смотрелось, ну, прям не было такого ловка, изячества. Впрочем, как и внутри, потому что единственное, что мне кинулось в глаза, это тусклый свет. Поначалу тётушка начала говорить про то, что такая приятная обстановка, знаете, вот она располагает на проведении вечера, и всё в таком духе. Но при этом же, тут же, когда она изучала эти цены, изучала меню, пожаловалась о том, что так темно. Тётушка, ничего, в следующий раз придёшь с сафаром сюда кушать, бери обязательно с собой фонарь, короче, и лупу, или очки, будешь как бы всё выглядывать, вычитывать. Единственное, знаете, что мне интересно, во-первых, придёт ли она сюда ещё, настолько там всё великолепно, вкусная кухня и прочее, вот они так выходные провели. Ну давай, тётушка, в следующий раз, когда уже реклама тебя не заказна, то попробуй приди в это заведение и покушай за свой счёт. Вот мне интересно, потому что тут прям, знаете, как бы, что ты будешь заказывать, и это, и это, и это. Хотя вот мне интересно, у них там был ли такой определённый лимит? Наверное, всё-таки был лимит. Может, сказали, тысяч на пять заказываете, плюс вам там десять там сверху. Но это как я вижу в таких ситуациях, делаются такие дела. Хотя, может быть, это была там никакая не реклама, или даже никаких денег не платилось, там, может, просто они решили прийти. Но, опять, ваше мнение по поводу этого в комментариях жду. Короче, поели, сытёхонько так, радёхонько так. Единственное, что знаете, накануне вроде получала какую-то справку в учреждении, в том, в котором, ну, вы знаете, да, и получила справку, о чём вы знаете. И тут же, значит, сидят, объедаются. Объедаются местной колоритной кухни, кухня такая непресная отнюдь, причём наедаются на ночь. Полезно ли это? Опять, ниже в комментариях можешь написать. Следующий момент, поели, дальше что? Дальше, короче, покупки. А покупки ж какие? Ну, китайский магазин, которым можно закупить побольше, дёшевая середина, при этом красивенько, радёхонько, и всё в таком духе. Значит, да, но только при всём при этом, значит, показывает опять нам рубахи, джинсы, курки. Всё это мы никогда ведь с вами не видели, там, не видели таких магазинов, цен, наверное. И тут же спрашивает. Сафарнич там стоит около какой-то курки. Ну, выбирает, так видно, видно, выбирает мальчику. То есть, какая-то курка понравилась. На что тётушка задаёт вопрос? Это ты себе говорит? Нет, говорит Сафар. Ну, понятное дело, даёт тётушке понять о том, что, типа, вот, обдугани, мол. И тут, значит, ребята, вот начинается такой тот момент, когда, ну, вы знаете, лучше бы она молчала. Когда, я ещё хочу сказать, когда ты хочешь купить человеку что-то, в том числе какую-то одежду, подарок преподнести из родных, ну, из своей родни там, да, то ты просто молча подходишь в магазин и говоришь, давай будем мерить, сейчас это померим, это, если не понравится, съездим ещё другой магазин и всё прочее. И не говорят о том, что, ну, как бы, надо или не надо, то ли купим, то ли не купим. И всё, как бы. И зачем заходили, я не знаю. Может, на процессе трусов там с камерой купила, эта история умалчивает. Единственное, что они там купили в этом о всём ролике, это был поход в этот, фикс прайс. Опять же, купили, значит, констовары, и купили констовары, ребята, не в таком каком-то магазине, а где, ну, так скажем, есть у вас такое разнообразие, сейчас, извините меня, констовары, можно купить ручку там за тысячу рублей. Конечно, она не нужна там, но я опять говорю, есть там, крашеные там, дневники, пеналы и всё прочее. Нет, мы зашли, ребята, в фикс прайс, при этом при всём Амдугани стоял, хотел купить скотч, и он нас говорит о том, что, ну, зачем тебе он нужен или нужен? Ну, зачем хоть тебе это спрашивать? Возникает вопрос, купи мальчику катушку этого скотча, сколько он там стоит, вот 100 рублей там или сколько? Если тебе не хватает денег купить мальчику 100 рублей скотч, выстави опять карту, поскажи им, Амдугани на скотч, и я уверен, что люди найдутся, какие тебе переведут деньги. В том числе, даже бы я бы такую цель перевёл, потому что, ну, коль Амдугани мальчик хочет получить скотч, ей, ребята, она спрашивает, стоит вопрос, зачем тебе он нужен, как бы, это вообще. Это, как говорится, маразм, ты крепчал и ветки гнулись. Ну, да ладно, заговорился уже, пора его, в принципе, заканчивать, время подходит к завершению, к своему концу. Значит, как всегда, спасибо всем, кто посмотрел этот ролик до конца, всем, кто поставит мне лайк, большая благодарочка. Значит, тут комментариев у нас не как на Натахе, на моей сеструхе, меньше, поэтому Палычу есть возможность ответить на всё. Значит, пишите, Палыч по возможности прочтёт, ответит. С вами был Егор Палыч Княжин, больше не трачу ваше время, увидимся с вами время, время, заговорил тётушкой. Увидимся с вами очень скоро, всем до новых встреч, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok